С возвращением на канал Подтекст. С вами Квен. Продолжаем проходить Final Fantasy X. Мы находимся на каком-то корабле. Какие некрасивые световые эффекты. Ну, технологии 2002 года. Или какого-то года. В общем, мы узнаем. Кстати, я проверил запись на наличие звуков. Вроде бы ничего не похерилось. Ладно, как скажешь. Ты же сказал, я не понимаю. Да, блядь, дебил. Тебе предлагают умирять. Ты понимаешь меня? Хорошо, я буду работать. Настолько смешно. Так. Учебник Альбет. Том 1. Буква Е это буква А. Введение в Альбет. Я не буду читать это БУХЕТ. Но потому что по-английски они говорят его Альбет. Найденные учебники помогут вам расшифровать странный язык Альбет. И в ТИТАЙТЕ усилие УЗГИР АЛЬБЕТЕ ЯЩЁТА. 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 Я понял. ТИДУС достиг ранга АЛЬБЕТЕ ЛИФАЩИК. Ну, это, скорее всего, из-за предыдущих сохранений. Вот, вы видите, у меня аж их 7 штук записано. А я мог бы записать и больше. Поэтому посмотрим. К чему он там приведет? А на корабле что-нибудь еще имеется? Ничего. Ох, я не смогу. я забыла тебе сказать что у нас есть сетки сверх который мы будем прокачивать но знаете сетки 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 будем прокачивать за кадр потому что это крем это прокачка я буду просто это скипать количеством буквы bbbbb мне похер я это уже проходил но разница в прохождении в том что я выбирал экспериментальную сетку сфер и из-за этого почему-то у меня часто скипались мы не скипались прокачка у меня просто было ужас после чего я как-то забил прокачку я стал пользоваться бустерами а я хочу нормально эту игру пройти без всяких костылей конечно если не получится придется пользоваться с устами типа бессмертием они тем более в игру встроены поэтому в игре я использую на оригинальную сетку сфер и буду стараться в это вникать и танцем и чем это не то есть она предлагает нам заниматься дайвингом чтобы починили корабль под водой вот это технологии обычно это все делается внутри ух ни хрена себе тут корабль какой пошел но я думаю будем спускаться по якорной цепи ведь это же якорная цепь я прошлом прохождение так заблудился куда плыть куда черт почему-то у меня он не прогружать не погружался никуда вот наш первый баттл пошел напали на одну рыбешку умерла две логика как скажешь босс так ночью я погружаемся а надо было просто нажать на букву а фигасе тут текста правда не читабельный давайте попробуем продвинуться с посветки посветки по сетки сверху двигаться использую поддержку офигенно ты работаешь титус почему не работаешь да блин почему ты не плаваешь а все пиранья нас настиглит мы не дадим себя на корм рыбам мы естественно будем сражаться единственное что я что тебя и вот я я и и у и вы есть я это просто постучать это что за мастер феликс блин него чудо-молоток что кулачок я бы сказал мы видим сейчас глазами чудеси почему все такое красное но мы по-моему идем к нему напасть да это кальма вы так ничтожные слова пьют давайте не спиздить очевидно гранату именно надо спиздить давай подержим ты справишься вот так ты справишься а мы используем тем временем гранат внизу на таки значит мы можем подхиляться ну давайте ждать ну вот так вот ооо давайте воспользуемся зельем тысяча ну так мало хп нахер хрен я теперь воспользуюсь но своровать его надо вот граната давай еще раз мне удалось украсть давай получаем и у грен сейчас мы снова переведем дух но мы можем атаковать с двух сторон наверно так и сделаем чтобы он не смог от нас по круговой вот так вот эти логика типа атаковала она но будут атаковать его как не далось ничего украсть но нечего красть а нечего красть атаковать она такой Выглядит это как молния, электричество, но ничего, что-то находится под водой. Это, знаете, мне сейчас напоминает логика бикини-ботома. Типа, почему огонь горит под водой, так же и с электричеством. Типа, серьезно? Хотя, возможно, это какие-то другие технологии будущего. И это совсем не электричество. Или это совсем не вода. Мы сейчас будем еще куда-то погружаться. КОНЕЦ 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 Это потому что ты ехали быстро. КОНЕЦ ХОХОХОХОХОХ ХОХОХОХОХ ЧТОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ Аааа. Здорово, что имя? Рику? Вау! Ты в Campbellfalope goed? Почему не вы так сказали. Я была бы привык. Кто любит, что мы были любителем. А, мы? О, мы означает ты Эм, кто вы, по-моему, вы? Мы Албед, можешь сказать? Мы Албед Не Албед, мы Албед Я даже не знаю, что Албед Где ты? Занеркан Мы все плохие Стар-плеер Занеркан Эйбз Ты... Сбегал в голову или что-то? Эм, вы меня сгегали? О, правильно Ты помнишь, что раньше этого? Занеркан Сбегал в голове Ты, Син Ты, Син М-м-м Прямо таки, никто больше не играет в Близзбол Это напоминает мне сюжет футурамы Тоже отправился на тысячу лет вперед Ты думаешь... Ты играл в Близзбол? Да Ты знаешь, ты должен идти к Лука Кто-то может знать, кто ты ты А ты может найти кого-то, кого ты認ешь Лука? А-а-а... Хм... Ты хочешь остаться здесь? У-у-у Окей, я пойду и говори О, ждем здесь О, и одна вещь Не говори ни о том, что ты из Занеркан, кей? Йевен говорит, что это холи место Ты может угрожать кого-то О, да Хм... Вообще, было бы интересно поиграть в русскую версию Final Fantasy Ну, в смысле, полный дубля Но я не думаю, что это вообще возможно А-а-а-а-а О-а-а-а Покатался. Покатался с алфавитом Альбет. Конечно, сохраним игру. Не, не в новую, в предыдущую. Покатался с алфавитом Альбет. Покатался с алфавитом Альбет. Покатался с алфавитом Альбетом Альбет по всему. Я просто хочу попробовать это движение еще раз. В конце концов, все начали смотреться. Ты знаешь, амортир, а кого ты играешь? Занарканда Аббс! Что ты опять говоришь? Эээ... Я думал, что забудьте это. Ээээ... Я был слишком близким к Сене, и... Моя головка влажная. Так что я не знаю, где это место. Или даже, где я пришел. Сене говорили и пришли к тебе. Но ты еще живёшь. Благодарю тебе Евену. Так можно просто... Придумать себя оправдание тысячу. Можно, блин... Не знаю, лапа девок говорить. Токсин син. Яд токсин. О, господи, син яд. Яд токсин. Сенс токсин. Ну, токсин переводится как яд. А ты вот это. Я чувствовал, что я мог trust этого вакха. И так я просто хотел я спросить. Эээ... А это правда, что Занаркан был уничтожен, right? Нелавида лет назад. Так что сейчас, это просто огромная пайля от ровов, а не это? Морозный час назад, что в Спира было много городов. Горозь города. Все мачкины. Чтобы их разрядить. Люди играли весь день и позволили Макина делать работу. И затем, ну, посмотрим. Син пришли и уничтожили Макина. И Занаркан с ним. Да, это было около 1,000 лет назад. Как вы говорите. Если вы спросите меня, Син — это преступление для того, чтобы уничтожить себя. Что меня удивляет, Мы должны уничтожить из-за того, что какие-то гуфболы делали назад. Конечно, мы должны всегда уничтожить из-за наших грехов. Это важно. Это просто, что... Это трудно держать на это иногда, знаешь? Это было так, как Рику сказал. Вакка и Рику не могли бы облакать. Почему бы они? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Но вы из Занаркан Д'Абе, это было хорошо, да? Я не говорю, что команда никогда не существовала, да? Ха-ха-ха! Но вы должны понимать, что команда живет в луксери, это будет довольно мягко, да? Я осознавал факт, что Вакка пытался мне спешить. Но в то время, все я мог подумать о том, что все, что произошло для меня, все это начало с Син. Может, если я смогу найти Син еще раз, я смогу домой. Для сейчас, я просто живу жизнь до того времени, не больше о том, где или когда я был. Конечно, это было трудно не думать о доме, но я уже начинал чувствовать лучше. Немного лучше. Может быть. Я немножко даже не совсем понял, о чем они там говорили, но... В общем, я, кстати, услышал, что они говорят про машины на английском. Маккина. Меня почему-то сразу вспомнился мультсериал «Легенда о Вокс Маккина». Маккина, кстати, переводится, оказывается, «Машины». То есть, в переводе называется «Легенда о Вокс Машине». Вокс Машина – это, кстати, название команды Искателей Приключений, где есть Барт, Лучница, Плут, Ловкач, Громила. И... Ну и вроде все... А, нет, еще... А, и Жреца. Точно. И Жреца. Так, пока что мы осмотрим, что здесь есть. Поговорим с... Джасу. «Это был классный удар, дружище. Вот вы мне так умеете». А ты нам что скажешь интересного? «Мне нужно перестать зажмуриваться, когда приближается мяч». Конечно. «Лети, я довольно хорошо отбиваю головой. Просто сегодня не мой день, а. Я очень хочу, чтобы капитан Вака гордился нами на нынешнем турнире. Значит, скоро будет турнир по Близболу. Экипа, надо признать, мы не самые крутые Близболисты в Спире. Мне кажется, вы чуть ли не единственные Близболисты в Спире. Но если есть и другие команды, значит, все-таки они не одни. И кто-то по-любому врет, потому что девочка Рику сказала, что там никого... Никто уже не играет в Близбол. Я не совсем понял, по какой мы сейчас карте ходим. По-моему, это... Но это не Лука, куда мы направляемся. Это совсем другое место. Ладно, посмотрим. По ходу сюжета мы узнаем, где мы. Эй, это здесь! И еще хотел сказать, что смысл посыл мне ясен. То, что Син разрушает из-за того, что начался технический прогресс. А это ведет к гибели планеты. И вот в этом есть сходство между Final Fantasy VII и Final Fantasy X. Какая большая идея? Они затрагивают эту проблему, причем не в каждой серии. Чуть ли не в каждой серии. То есть, тут реально, мне кажется, больше сопереживаешь злодеям и жили главным героям. Типа, ну, по факту. Привет, рыбки. Пирал мечом бьет. По рыбкам. Ну, вообще, физика в игре точно отсутствует. Нельзя под водой бить мечом. Это ж насколько должна быть сила. Кстати. Может, что-то под водой будет. Ну, сразу двоих убили. Давайте средний. Вдруг тройной удар будет. Ну, я... Радиус поражения меня пора убивает. Но не шею на расстоянии. Как это, блядь? Так, погружайся давай. Чё, ничего нет? Типа, уже плохо. У него плечи болят. Эээ, опять атаковать. Давай, поддержим дух. Боевой. Наших товарищей. Товарища. Эээ, ослепим рыбок. Ну, а только, мне кажется, нет. Мы только МП воспользуемся. Давай, подхиляем Тидуса. МП. Не peel жду. Давай, подхиляем Тидуса. Наших товарищей. Поехали. Умер. Лук. Лук. Умер. Строй. Умер. Выравниванный. Умер. 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 вот это полезно первой феникса мне кажется это будет вещь очень редкая и очень нужная у нас по-моему овердрайв сейчас открыт овердрайв это что-то типа транса как файл фэнтези 9 давайте попробуем на вот этих рыбок замечательно ради этого стоило тратить овердрайв на всех он нам 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 как из этого надо песни ягодки 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 хусяшки ягодки ягодки вопрос куда нам плыть я стрелка вообще показывать какую-то ту сторону так меня зеркальному туда вот туда вот туда показывать вот мне интересно им удобно плавать в такой одежды так слева ничего да по-моему где-то должна быть функция перемотки с другой стороны мы так быстро прокачаемся у вас здесь должно быть чё здесь нету ничего чё здесь нету а у него сундучок и 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 у кота где-то буду проматывать на очень долго надо всплывать не покорими эффекта нравится здесь в игре то что когда бита начинается, начинается стекло разбиваться вот это смех как он под водой засмеялся у меня есть любимый у меня есть у меня есть у меня есть у меня есть Ммм? Мажор Блитц-турнамент придется. Все команды в Спира будут там. Это так огромное, я уверен, что кто-то там будет познакомиться. Тогда ты можешь вернуться к твоему новому команду, да? Будет楽но. Что ты думаешь, а? Давай! Первый из тебя советчик, бро. Блин. Ду-хо-хо-хо-хо-хо! Мой дебе будет заварить, э? Блитц, походу мне он знаком. Где-то я его слышал. Я думал тогда, что Блитц Болл и Син – это единомых две вещи, которые Спира и Занаркен имели в общине. Я не был слишком далеко. Звучит как-то стяжение Так, после уничтожения, я получил эту новую работу, да? Но каждое время, мою минулась, я подумала о игре Десять лет без единственного победа, это сделает Моя первая матча в прошлый год была моя большая шанса Но что-то еще на моем минуле, я не могла подниматься Хорошая excusа! Эй, эй! Так, ты хочешь победить в следующем турнире? Поехали! Поехали! Так, что нашим цель? Я не хочу, как мы делаем, как мы делаем, как мы делаем. Если мы дали, я могу оставаться счастливой. Не-не-не-не-не-не! Если я говорю, что нашим цель, вы говорите, что ВИКТОРЫ! Когда вы играете в блитсболе, вы играете в чем-то! ВИКТОРЫ? Вы серьезно? Мне тема нравится Тидус, потому что он жизнерадостный, целеустремленный. Он ставит правильные цели в жизни. Ах, тот из моря. Поехали! Поехали! Они сегодня фианды на дороге! После того, чтобы выиграли в твоей странице, это будет ужасно, если сейчас что-то случилось. Кто они? Лузу и Гатта! Крусейдеры! 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 Ты забыл это тоже? Эй, извините. Не волнуйся об этом. Я помогу тебе. Крусейдеры! Нам, по крайней мере, повезло, что этот яд Сина нам помогает, реально. Крусейдеры! А, нет, Син это не Сид. Обычно в каждой игре Final Fantasy есть свой Сид. У владелец корабля было бы смешно Син, этот сам корабль. Лузу и Гатта обычно там. Ну, это больше не деревня, это лагерь, тут палатки. Нет, я не знаю никаких молитв... молитв. Ну, это же молитва к победе Blitzball, я видел это в самом начале. Ну, учитывая, что Занакар Занаркант считается священным местом, это понятно, что такое движение в бейсболе считается как молитва. Переняли традиции. Так, а нам надо сейчас просто осмотреться. Тебя выловили в море, да? Я слышал об этом от Сэра Лузу. Как-то странно одет, откуда ты? Ты первый раз в бейссайде? А, все, теперь мы знаем это место, называется бейссайд. В переводе уже с другой стороны, кроме того. Место называется кроме того. Ладно, мы должны сходить в храм и помолиться. Но до этого просто осмотримся здесь. Ну, тут не полностью перешли на 3D графику. Тут вот видно, что спрайты передвигаются, анимации зациклены. То есть тут часть, часть локации перерисована, то есть они взяли, как будто бы взяли резидент ремейк и вот эти спрайты натянули на 3D графику. Да, я взгляну. Заодно узнаем, кто такие крестоносцы. Ты был отражен от Син, правильно? Рекоментировался, было ли? Я думаю так. Так что Син не может быть далеко, правильно? Ты не спрятаешь ничего, да? Почему бы я? Если Син находится рядом, он будет отражаться на острове. Но он не может. Я спрашиваю, почему? Я извиняюсь, я реально не знаю ничего. Чтобы рассказать правду, я даже не знаю, что крестоносцы являются. Ты смеешься, правильно? Син. Токсин. Надо сказать ему, кто мы somos. Да, сэр! Крюсадеры были признаны к борьбе Син. Мы имеем капиталы в целом Спира, принимая все, кто хочет учиться в нашу страду. Мико Ми-хен создавали крюсадеры 800 лет назад, как Кримзон Блэд. Потом, наши рамки превратились и мы называли крюсадеры. Мы боремся с Сином, уже с днем. Что? Вы боремся с 800 лет, и вы еще не победите? Это очень точно подмечено. Я бы больше сказал, что Син это Волан-де-Морт, он не может умереть, пока не убьешь его крестражу. Не, ну потому что, если он возрождается с каждым разом, он либо аватар... Скорее всего, как аватар. Тут, кстати, есть подсказки к терминам. Давайте посмотрим. Понятно, это я уже знаю. Сюжет здесь не настолько заядлый, чтобы вдаваться в подробности. Тут, по ходу, игру все объясняется. О, давайте поговорим с пёселем. Давай, скажи нам что-нибудь. Чё, не гав, не чё? Давай, Лара Крофт. О тебе уже все говорят. В маленьких сирениях вести разно... А, вести разносится быстро. Она реально на Лару Крофт. Она на Лару Крофт похожа. А может, она и есть? Это было тогда, стоя в этом месте. Мне больше интересно, почему... Я начал понять, как разнообразно этот мир был от моего. Почему мир настолько сильно отличается? В плане того, что он выглядит по-современному, почему у него одежки современные, скорее всего, это потому, что реально от машин настолько отказались, что у них даже одежда деградировала, и она стала более первобытной, что ли. То есть они ткут вещи по-современному. Я токсин... Я токсин... Я токсин... Синтоксин. Синтоксин! Слышали? Синстоксин! Синстоксин... И. Деньги. Замонарские — практичники священной арты, которые прожилим для защиты people of Yevon. Только умеющие человек, Замонарские — которые называют созданиями огромного мощности — Айонами. Айонами слушают наши пыльнички и к нам дают. он и это наверное как и долоны в девятой финалке это в девятой части призывать эйдолонов могла только принцесса гарнет и по-моему те кто обладал всякими материями семерки этими материями мог пользоваться любой то есть нам нужно были специальные красные материи которые позволяли а давайте поговорим с лысым монахом верховные призыватели вот их имена господин браска господин йокон господин о холланд и господин гендальф пусть будет так ты помнишь хоть кого-то да нет я никого не помню потому что я не из вашего мира почему не нравится господин о холланд просто копия моего муженька верховный призыватель гендальф дай мне свое благословение и посмотри за моей семьей и ките глупцы мне кажется что когда делали ремастер этой игры они просто через нейронные сети это все сделали после чего все текстуры стали больше смазаны ну вот вы видите да как будто картинку взяли и замазать мне это конечно действительно дало качество ну не знаю я считаю это не всем по вкусу вот эти нейроны даже изучая писание евана я не нашел лекарства от яда сина пусть же благословение евана укажет тебе путь к исцелению друг прозвучал как как будто торговец резидента пушки и игрушки рифмует не зря чужак деревни которой я родилась уже нет и все из-за сина син кстати по-английски переводится как грех я не знаю муж это не упоминал и по факту син карает тех кто кто развивает машины то есть он карает человечество за то что они используют машины давайте поговорим с детьми кто вы дяденька откуда вы я из-за на карты за на карту замер кант я прямо не знаю кому присоединиться к зубрам или крестоносцы зубр они хорошо играют в бритцбол ни разу не выиграли ни одного матча а это похоже на чувака из семерки я не помню про правда как его звали толстенький такой тебе нужно помолиться это помогло мне поможет и тебе а пожалуй на этом мы закончим серию собственно твое желание ты можешь поставить лайк поддержать лайком это видео посмотреть другие прохождения написать что-нибудь комментарии посмотреть detroit become human resident поэтому на смешные моменты в общем все что ты хочешь все что ты пожелаешь следующей серии ребята всем пока